привет друзья сегодня я хочу вам показать каким образом можно затонировать бумагу любую домашних условиях с подручными средствами если у вас вдруг нет возможности или желания купить тонированную бумагу уже готовы для этого нам понадобится но в моем случае это скетчбук вы можете также затонировать листы в скетчбуке или взять просто белый лист акварельной бумаги любой вот такая широкая кисть любая широкая кисть подойдет любая просто большая крупная кисть тоже может подойти у меня здесь крепко заваренный чай он уже остывший можно вместо чая использовать растворимый кофе не бойтесь заварить как можно крепче чем насыщение вы сделаете напиток тем более темным будет оттенок но имейте виду что в один слой покрыть будет скорее всего недостаточно и нужно будет сделать несколько слоев также я подложила скетчбуке для того чтобы лист у меня был немного под наклоном можно его разместить вообще вертикально и так что мы делаем обязательно нужно скрепить листы по бокам потому что они начнут закручиваться когда мы будем их смачивать и начинаем ввести первый слой довольно жидко я набираю напиток чай на кисть чтобы она начала нам создавать вот такую лужицу по низу нашей полосы которые мы потом подхватываем и ведем вторую линию дальше опять подхватываем все наши капельки и плавно идем все ниже ниже и ниже это позволит нам сделать заливку более ровную без разводов именно за счет того что мы подхватываем капельку и ведем ее дальше и нас с вами не остается при этом расчерченных полос может с первого раза не получится идеально но это не страшно и на самом деле так как мы хотим создать что-то интересное то я бы слишком на разводы внимание не обращала но лучше конечно если их не будет также здесь тоже могут остаться белые полосы это можно в принципе убрать попозже потом когда мы будем покрывать следующими слоями ну а теперь жду когда лист подсохнет теперь прищепки я убрала но будьте готовы их прицепить быстро обратно если лист начнет сильно сворачиваться второй слой наносим по тому же принципу если вы хотите абсолютно ровно затонировать бумагу и для вас важно чтобы не было каких-то следов от прищепок для этого следует лист натянуть на планшет и ту часть которая остается ровной не загнутой по бокам планшета это будет ваша рабочая поверхность которую вы сможете затонировать полностью и потом на ней писать и теперь я нанесу таким же образом еще несколько слоев тон вы контролируете самостоятельно то есть покрываете и смотрите насколько темный лист уже сейчас и нужно ли его затем нить еще дополнительно и и пожалуй на этом можно остановиться в принципе можно сделать лист еще темнее добавить еще несколько слоев от этого будет только благородней и интересней для сравнения давайте посмотрим вот он наш затонированный лист и белый лист бумаги который остался нетронутым с такой подложкой получаются интересные изображения попробуйте обязательно ну и собственно это все успехов вам пока пока